Одноклассники начинают вторую жизнь. Новый проект, где старую мебель ждет основательная переделка. Мы покажем, как сделать дизайнерские предметы интерьера всего за пару тысяч рублей и несколько часов. Реставрация. Сейчас посмотрим, что нас ждет там внутри. Ух, фух. Модернизация. Это, ребята, не просто брус, это наши новые подлокотники. Необычный декор. Вот так. Да, такое тоже иногда случается. С другой стороны, получается эксклюзивный предмет. Стильная мебель своими руками за сущие копейки. Звучит, как акция в магазине. Подробная инструкция прямо сейчас. Устали смотреть на старую мебель, но рука не поднимается выкинуть? Ей можно подарить вторую жизнь. Меня зовут Катя Панкова. Давайте поработаем. Сегодня в очереди на переделку у меня вот такой диванчик, который давно потерял свою актуальность. И в любой комнате он смотрится, как вставной зуб. Ткань уже далеко не свеженькая. Кажется, даже где-то она местами протерлась. Конструкция шатается. Боковушки, я смотрю, здесь уже отходят. Но не беда. Из этого старого дивана я сделаю новый современный и стильный диванчик. Для начала поработаю с конструкцией. Поставим диван на ножки. Посмотрю, что там у нас с наполнением. По ситуации поменяю. Ну и, конечно, перетяну диван новой тканью, похожей на шерсть барашка, то есть искусственной овчиной. Ну что ж, первым делом нам, конечно же, нужно разобрать этот диван на детали. Подлокотники мы откручиваем. Они нам больше не пригодятся. Мы полностью поменяем конструкцию дивана. Да, это, конечно, не советская мебель. Разбирается все очень просто. Состояние у нашего дивана, кстати, очень-таки даже неплохое. Поэтому я буду использовать его в качестве материала для новой конструкции. Старое основание мы полностью разберем. Из него мы сделаем каркас для нового дивана. Новый диван у нас будет гораздо компактнее, поэтому мы укоротим эту конструкцию. Сейчас сделаем разметку и отрежем лишнее. Это, ребята, не просто брус. Это наши новые подлокотники. Но об этом чуть позже. Я решила сделать диванчик покомпактнее, поэтому все рассчитанные размеры переношу на материал и можем распиливать. Старые детали мы используем просто в качестве материала для нашего нового дивана. Ничего дополнительно не нужно покупать. Каркас для сидения и спинки я делаю из ЛДСП и фанеры. Собираем всю эту конструкцию на консерванты. Зарядите свой шуруповерт. Он здесь вам очень пригодится. Ну вот и все. Из старых материалов мы сделали каркас для сидения к новому дивану. После разбора дивана у нас оказалось очень много дерева. Из него мы сделаем новые ножки и подлокотники. Сейчас я отмерю необходимые размеры и будем отпиливать, а потом соберем это все в подлокотник. По моей идее подлокотники у нас будут служить также и ножками. То есть это будет одна единая конструкция. Нам понадобятся таких две детали. Диван у нас будет в стиле минимализм, поэтому подлокотники будут соответствующие. Просто четыре детали, которые мы собираем в прямоугольник. Благодаря таким лаконичным ножкам новый диван визуально будет смотреться гораздо легче. Чтобы у нас не было видно никаких соединений, чтобы все было красиво, я решила собрать подлокотники, наш конты и клей. Это отличное крепкое соединение, которое прослужит очень много лет. И самое главное то, что это скрытое крепление. Все будет красиво. Хорошенечко промазываем все клеем. Клея не жалеем, намазываем его на обе заготовки. Лучше мы потом все лишнее уберем, чем у нас не склеятся детали. Хотите повторить? Смотрите подробную информацию в нашей инструкции. Подлокотники готовы. Можем переходить к мягкой части. Здесь у нас будет очень много работы. Сейчас посмотрим, в каком состоянии здесь поролон. Надеюсь, то, что его можно будет использовать для нового дивана. Старую обивку я использовать не буду, так что могу ее смело отрезать. Ну, слушайте, здесь даже и синтепон в очень хорошем состоянии. Я думаю, и его мы сможем использовать. Суперэкономная переделка получится. Все идет в дело. Единственное, мне необходимо теперь все эти материалы подогнать под новые размеры дивана. Сиденье нового дивана будет с одной очень классной изюминкой. Я хочу сделать округлую припухлую подушку. Мне кажется, так будет смотреться гораздо лучше. Получится стильно и современно. У меня есть основание, которое мы сделали из старых материалов. На него я приклеиваю первый слой поролона. У меня это поролон толщиной 40 мм. Следом, по центру у нас идет еще один слой поролона. Он немного меньше, чем основной. Для чего нам это нужно? Как раз-таки для того, чтобы добиться той самой припухлости. И берем еще один слой поролона и накрываем им сверху весь наш пирог. Таким образом, когда я все склею, получится вот такая припухлость. Итак, основной принцип, как ровно отрезать поролон. Мы берем линейку, берем лезвие от канцелярского ножа. Самое главное, берите новое, очень острое лезвие. Лезвие очень быстро тупится об поролон, так что меняйте их по мере затупления. Первым делом мы прорезаем до самого конца. И теперь одним движением веду нож на себя. Мы не делаем пилищих движений. Мы просто ведем ровненько нож на себя. Идеально. Давайте все склеивать. Я использую контактный универсальный клей. Он подходит для поролона и для множества других материалов. Наношу его на обе склеиваемые поверхности. И еще один очень важный нюанс. Вы не склеиваете сразу две детали на мокрый клей. Ему нужно время схватиться. Только тогда, когда клей перестает липнуть к вашим пальчикам, значит можно склеивать. Ну что ж, проверим, высохли клей. Не липнет, значит можно склеивать. Аккуратненько приклеиваем, так чтобы поролон у нас четко был в размер. И смотрите, поролон все-таки тянущийся материал. Если вдруг вы дошли там до середины и понимаете то, что вам немножко не хватает поролона в конце, то можно его немного подрастянуть и положить четко в размер. А теперь хорошенечко прижимаем. Так как у нас здесь есть еще и жесткий каркас, его обязательно тоже нужно закрыть поролоном. Можно взять абсолютно любой поролон, потому что он никак не будет эксплуатироваться. Его основная задача закрыть острые края для того, чтобы у нас не протиралась ткань. Все то же самое наносим клей на обе склеиваемые поверхности. Аккуратненько, ровно, соединяем каждую деталь в стык. Такая работа, конечно, требует выдержки, терпения, но поверьте, оно того стоит. Если вдруг у вас не хватает поролона на определенную деталь, ничего страшного, вы можете сделать эту детальку из нескольких частей. Вот, например, у меня кусочка не хватило, я его просто вклеила, и все. Получается целиковая часть. Никак на функционал это не влияет. Зато так мы рационально используем материалы. И, конечно же, экономим наш бюджет. Готово. Ну и, конечно, не забываем про отверстия для соединения деталей. Просто переворачиваем и изнутри, тем же самым болтом, которым мы будем соединять детали, делаю отверстие насквозь. Теперь обматываем синтепоном и можем перетягивать тканью. Сейчас наш диван приобретет новый шикарный образ. Диванчик у меня будет вот в такой плюшевой, светлой, приятной ткани, которая очень напоминает шерсть барашка, и называется она мутон. Выравниваю ткань. Если я понимаю, что мне со всех сторон хватает, можно переворачивать наизнанку и фиксировать скобами. Я буду фиксировать при помощи пневмоинструмента. Но если вдруг у вас нет такого инструмента, можно использовать ручной обычный строительный степлер. Натягивая ткань, самое главное следите за тем, чтобы у вас не образовывались складки или морщинки. Ну вот и все, сидение готово. Со спинкой все то же самое. Нарезаем поролон, приклеиваем, снова отрезаем поролон, приклеиваем. Все это обматываем синтепоном. Дальше я натягиваю ткань и закрепляю ее при помощи степлера. Ну что ж, мы уже на финишной прямой. Осталось только защитить деревянные подлокотники и можем переходить к сборке. Я решила подлокотники оставить в натуральном цвете дерева. Мне кажется, это будет здорово сочетаться со светлым мутоном. Поэтому покрываю их матовым бесцветным лаком. С одной стороны, может показаться, что это будет выглядеть просто, но нет. Натуральное дерево сейчас очень популярно. Это смотрится гармонично. Все детали дивана у нас готовы, значит, можем собирать все вместе. Честно говоря, и сейчас выглядит круто, но я думаю, что в собранном виде будет еще лучше. Первым делом мы зафиксируем сидение. Будем собирать на болты. Так как мы заранее сделали все отверстия, то сборка не займет много времени. Хорошо, когда у тебя есть помощники. Можно немного отдохнуть. Осталось установить спинку на место, и можно будет наслаждаться финальным результатом. Вот такой милый плюшевый диванчик у нас получился. Даже и не скажешь, что это был старый диван. Ну что ж, давайте сведем дебет с кредитом. Старый диван не обошелся в 1000 рублей. Дополнительный поролон для объема сидения – 360 рублей. Ткань 2 метра – 896 рублей. Клей для поролона – 50 рублей. Лак для дерева – 70 рублей. Итак, стоимость нового стильного дивана – 2376 рублей. Просто невероятно. Мне даже самой не верится. Стоимость таких интерьерных диванчиков начинается от 35 тысяч рублей. Получилось и очень выгодно, и очень стильно. Если ваше хобби требует прокачки, то смело переходите в сервис увлечения в Одноклассниках. Здесь вы сможете посмотреть мастер-классы от экспертов, пообщаться с авторами, а также поделиться своими достижениями. Ну а я пойду искать старую мебель, которой можно подарить вторую жизнь.